Всем привет, друзья! Важная новость. Как снег на голову практически обрушилась. Присядьте, если сейчас стоите. Компания Wargaming прекращает свою деятельность в России и Беларуси. Wargaming уходит из России и Беларуси. Что случилось? Что будет дальше? И как это повлияет на нас с вами? Давайте обсуждать. Для начала давайте прочитаем новость дословно. В течение нескольких последних недель Wargaming проводил стратегический анализ бизнес-операций по всему миру. Компания решила, что больше не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны, говорится в сообщении. Wargaming уже начал процесс закрытия своей студии в Минске. С 31 марта компания передала игровой бизнес в России и Беларуси под управление Lesta Studio, которое больше не связано с Wargaming. Компания не получит от этого прибыли и процесс от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения, заявили в компании. В течение переходного периода действующие продукты останутся доступными в России и Беларуси и будут управляться новым владельцем. «Несмотря на масштабность этого решения, мы как компания уверены в будущем нашего бизнеса и стремимся предоставлять игрокам качественные игры», — сказали Wargaming. В чем, собственно, суть? Теперь все, что производит Wargaming, делится на две части. Все, что они делают для Запада — танки и корабли, и все, что они делают для России — тоже корабли и танки. Фактически Lesta Studio, которая является разработчиком и, можно сказать, занимается поддержкой игры World of Warships, будет отвечать за все продукты Wargaming в России. То есть будет отдельным юридическим лицом. Первым делом я попросил комментарий в самой компании Wargaming и поговорил с сотрудниками. И вот что мне удалось выяснить. Ребята из минского офиса, а точнее минских офисов, их там целых два, пока что просто в шоке. В частности, господин Пельмень, который является работником саппорта. И он не знает, что будет дальше, как все будет работать. И логически, конечно, можно предположить, что что-то явно изменится в этой истории. Чтобы вы понимали, Wargaming владеет более чем внушительными зданиями в Минске. Их называют еще Белая башня и Черная башня. Это два очень больших офиса. Что первый старый, что вот этот вот новый. И как с ними теперь придется обойтись? Возможно ли то, что компания попросту их продаст? А если она будет продавать Черную башню, там в вестибюлю стоит танк. Видимо, придется сдать его на металлолом или в какой-нибудь музей. И означает ли это, что все сотрудники пойдут гулять на улицу? Или же все-таки будет что-то другое? Может быть, они просто возьмут и перевезут всех разработчиков в Санкт-Петербург. Ведь в Питере тоже есть офис, тот самый Лесто-студио. Но поверьте мне, что он гораздо менее масштабный, чем здание в Минске. По сути, вот в этом вот здании Wargaming снимает несколько этажей. Ну, 4, 5 или 6 этажей. Но явно не весь бизнес-центр. И он определенно меньше по размерам, чем минский офис. Но, если честно, друзья, я думаю, что произойдет следующее. Просто Wargaming продаст или, не знаю, там сдаст в аренду, переуступит права, снимет свои логотипы создания в Минске и назовет их Лесто-студио, где и будет проходить разработка дальнейших проектов. Ну, или же, может быть, произойдет другой вариант, что действительно сотрудников либо переведут на удаленку, либо просто перевезут куда-то, может быть, даже на Кипр. Поэтому ребята из Беларуси, может быть, начинают паковать чемоданы уже. Что же касается компании Лесто-студио и корабельной части, то здесь все вроде как бы ожидается на тех же условиях и на тех же уровнях. Корабли будут дальше развиваться. Плюс, я лично так думаю, даже получат бонусы от этого какие-то. Например, можно будет без оглядки пилить какие-то ивенты на РУ-регион. Почему бы и нет? То есть там на День Победы и на 23 февраля. То есть, понятное дело, что у нас в регионе это очень популярные праздники. Но компания вследствие того, что ей приходилось оглядываться на Запад, не вводила масштабных таких вот ивентов здесь. А сейчас, понятное дело, что можно будет не париться на эту тему. Понятное дело, что остается большой вопрос по поводу танков. Что будет с ними? Ведь разработчики в Минске. Ну, здесь я думаю, что по первому варианту, если просто поменяется, грубо говоря, собственник на Минские здания, Минские офисы, просто люди фактически перейдут работать в другую компанию. И ничего не изменится. Разработка продолжится в России. Ну, а готовые билды, обновления, все это будет поставляться и в том числе на Запад. В случае, если сотрудникам придется переехать, скажем, в Санкт-Петербург или, может быть, в Москву, да, здесь, возможно, какие-то пертурбации. В том плане, что пройдет какое-то время, будут некоторые там баги и потери работоспособности в танковом клиенте. Ну, думаю, что это тоже скоро все пофиксится. Третий вариант, наименее вероятный, это переезд танкистов куда-то в Европу. Ну, это тоже возможно, это также повлечет за собой некоторые проблемы, причем большие, потому что нужно оформлять визы, виды нажительства и так далее и тому подобное. Но есть такие страны, как Кипр, где к этому относятся попроще. Поэтому, в принципе, на Кипре же есть офис, у Wargaming тоже тут никаких особо проблем, может быть, и не ожидается. В любом из этих трех случаев, в общем, все должно быть нормально, просто с той или иной скоростью все случится нормально. Либо по-прежнему все будет так же, как и есть, просто технически сменится название. Ну, либо немножко придется подождать, пока у танкиста все наладится. Повторюсь, что на корабли это влияние, я думаю, никакого отрицательного даже и не окажет. Следующий вопрос, это по поводу ценовой политики. Но здесь, я думаю, тоже вряд ли что-то изменится, потому что в любом случае доллар уже откатился обратно. Если посмотреть на валютные курсы и в том числе, чтобы приобрести какую-либо валюту, давно уже используются какие-то эквайринги там местные, российские в частности. Так что здесь тоже проблем никаких не должно быть, вариантов оплаты, их здесь просто миллион. А если говорить про, например, жителей Украины, естественно, украинские провайдеры и украинские официальные лица крайне негативно могут отнестись к тому, что компания больше уже совсем не белорусская, а, грубо говоря, стала российской. Более того, друзья, скажу вам, что я смотрел стримы у украинских блогеров, даже которые абсолютно никак, да и в общем большинство блогеров не завязаны на политику. Ну, так вот, у них свои же украинцы писали, ах, какой ты там продажный, ты играешь в, не знаю, там, российскую или белорусскую игру. Ай-яй-яй таким быть. Ну, и, ну, в общем, со всеми вытекающими выражениями, как вы понимаете. Думаю, что вот здесь вот может возникнуть определенная проблема. Насколько мне известно, провайдеры украинские уже, возможно, в частном порядке, возможно, нет, начали банить доступ к играм от компании Wargaming. Здесь, конечно, все будет выглядеть не так очевидно, потому что, если это уже будет и фактически российская разработка, ясно, что у украинцев будут серьезные проблемы с доступом в игру. Но решить это можно следующим образом. Допустим, можно переехать на европейский сервер. Почему бы и нет? Это и фактически европейские сервера, они находятся по другому адресу, там, в Европе или в Америке. И спокойно иметь доступ к игре. Думаю, что здесь проблем, в принципе, будет меньше. Тем более, если компания Wargaming открестится от политической ситуации и скажет, что мы против политики, мы там, не знаю, против военной операции и все, что угодно. Все, что они могут теперь сказать, их никак это не должно затрагивать. Ну, и, возможно, Wargaming даст переезд на европейские серверы. Почему бы и нет? То есть, трансфер своих аккаунтов с Украины, с СНГ-шного сервера на сервер Европы. Теперь, что касается вообще, в принципе, будущего игры. Что будет дальше, друзья? Будем ли мы с вами продолжать играть в наши любимые игры? Или же все-таки они закроются? Но давайте с вами будем реалистами. Ведь компания Wargaming в своих проектах World of Tanks и World of Warships зарабатывает огромнейшие деньги. Я, в частности, делал видео, где оценивал продажи одного-единственного премиумного корабля из лодок чисто на регион корабельный. И мы с вами поняли, что один-единственный корабль приносит просто баснословнейшие деньги. Если говорить про танки, там цены выше игроков, больше и так далее и тому подобное. Ну, представьте себе, что у вас есть бизнес, вы производите там, не знаю, какие-то продукты. И вам неожиданно, что придет в голову идея, да не буду я больше ничего делать. Все, закрываю свой успешный бизнес, там закрываю свою ферму. Мне плевать, там, на мою работу, плевать на отпуск, плевать на учебу моих детей, на моих родителей, на пенсию, там, да на все что угодно. На любовницу, на яхту, на все, что вам в голову взбредет. То есть, ну, очевидно, что, что должно произойти для того, чтобы бизнесмен отказался от таких вот баснословных реально прибыли. Единственное, что может случиться, только если у человека есть какая-то супер принципиальная позиция по поводу этого всего. И он, ну, не знаю, там, как-то ярый противник политической ситуации. Говорит, все, я вот стреляю себе в ногу, не хочу, закрываю, не буду. Но я думаю, что все мы с вами реалисты и люди даже с очень стойкой политической ситуацией при таком количестве денег, которые зарабатывает Wargaming, я думаю, что, ну, потерпят немножко ничего страшного подвинуться. Таким образом, мои корабельные друзья, мы с вами продолжаем играть в наши любимые игры. И явным бонусом для нас будет наличие каких-то дополнительных активностей на РУ-регионе, вот, который будет уже, наверное, практически РУ-регионом, а не СНГ-регионом по-хорошему. Вот, ну, в этом тоже есть свои плюсы, и я думаю, что это тоже неплохо. Ребятам с Украины, возможно, тоже получится реализовать какие-то бонусы в том плане, что они смогут перебраться на европейский сервер. Но есть определенный минус, цены там все-таки тоже, знаете, европейские, там все раза в полтора-два подороже. Если видео вам показалось, ребята, интересным, и мой комментарий, обязательно подпишитесь на канал, прожмите лайкос, у нас здесь видео и стримы по самым разным играм Wargaming. Ну, а также призываю вас сохранять хладнокровие, улыбаться, и все будет хорошо. С вами Турямыч, увидимся, до новых встреч, и пока-пока.